И снова здравствуйте, дорогие друзья, подписчики и зрители моего канала. С вами Дмитрий Флегонтов. И сегодня я еду в магазин автозапчастей, чтобы купить уплотнитель капота. Ну, уже как бы нормальный. То есть моя конструкция себя оправдала. То есть все в нужном месте, все работает. Поэтому буду сейчас, как я вот и собирался, поменяю на уже на более нормальный. Так, купил такой вот уплотнитель. Не знаю от чего. Посмотрим. Вот такое вот сечение. То, что надо. Что-то там у нас вышло. Получается 264 рубля. Вот длина. Ну, много тут его. И вот таких вот саморезов. Не знаю, зачем взял. Под звездочку. Ну, мало ли, пригодятся может. Ну, вот эти там получаются по 3 рубля. Ну, вот 15 рублей. Вот и все. Так, все. Сейчас поеду. Будем думать, как его туда впендюрить, этот уплотнитель. Ну, в общем, суть-то в чем. Вот тут держится. А вот тут не держится. Отклеивается по пластмассе. Ну, вот этот еще нормально. А вот этот вот, который дополнительный, он отстает. Отстает. Вы видите? Ну, я решил сюда все-таки черненькие, чтобы красиво было. И, короче, вот сейчас вы все и увидите. А еще плотнее будет. Так. Что тут у нас получается? Так, его немножко подлиннее. Как вы считаете? Не знаю. Да вот так можно, да, в принципе, это сделать. Почему бы нет? Попробуем подлиннее. Чуть. Так. Так. Сейчас мы разрежем. Скотч. И, короче, будем кромсать. Мотор оставил работающим, чтобы потеплее было. Вот и все. Так. Так. Ну, вот как-то так. Так вот будем резать. Так. Так, этот гараж. Все. Готово. И вот саморезы-то и пригодятся. То есть я вот сейчас вот это вот буду, вот этот загиб отгибать как бы. Ну, вот. Видите, тут металлическая лента. То есть вот так вот его, вот так вот его, сейчас как-нибудь покажу. Вот, буду вот так разгибать, крепить и потом вот просто так вот чик и все. И у нас он примет нормальное свое состояние. Все. Причем, короче, теперь все по-взрослому. Инструмент насажен под эти вот звездочки. Вот. Будет все как бы в едином стиле. Вот. И брусочек взял специально, чтобы сразу же наживить саморезы вот эти вот. То есть буду крутить через брусочек. Сейчас места определю, которые буду, значит, вкручивать, чтобы тут попасть везде. Везде. Вот. И, значит, ленту я вот эту вот, которую лепил, отлепляю. Сейчас посмотрим, насколько она, кстати, плотно прилипла. Не, вообще ерунда. Все, вот смотрите. Так. Вот эту вот ленту я сейчас отлеплю. Но оставлю вот эти вот беленькие, вот эти вот проставочки, чтобы сохранить уплотнение. То есть они тут, в принципе, нормально себя проявили. И ничего тут менять не буду. Вот, кстати говоря, тут лучше приклеилась вот эта вот лента. Но будем уж эстетикой, эстетикой, эстетикой. Будем делать, чтобы все было хорошо. Все отлепил. Вот к пластмассе приклеилось очень плохо. А вот к этим вот, к резинкам, очень хорошо. Видите, оторвало верхушку. Так, я вам покажу. О! Вот видите? Вот друг к другу эти ленты приклеиваются очень хорошо. К капоту тоже хорошо, к краске. Вот. А вот к пластмассе плохо, как оказалось. Так, ну что? Сейчас будем тогда смотреть. В принципе, это тут, это и не важно. Вот то, что тут оторвалось все. Главное, чтобы вот-вот, видите, чтобы прилегание было. Оно есть. Если что, туда еще герметика можно будет дополнительно. Но я не думаю, что тут будет это все задувать. Как-то. В общем, вот я разогнул ленту, как я показывал. Вот она. То есть, вот так вот. Вот так вот было. А стало вот так. Чтоб невозбранно сюда закрутить вот эти вот саморезы. Чем я сейчас и займусь. То есть, короче, ну, суть в том, что вот подкладываю брусок. Этот самый саморез наживляю. А потом уже скручиваю в пластик это все хозяйство. Потом ленту снова загибаю. И у нас уплотнитель смонтирован. Вот это сейчас и буду производить. Значит, первый саморез. Главное, там ни во что не попасть. Но там вроде бы у нас ничего и нет. То есть, вот первый сюда вкручиваем. Тут вот пространство свободное. Там дальше тоже все свободно. А вот здесь вот есть какой-то выступ. Ну, надо поближе к середине это все делать. Так, все. Настраиваемся. И вот сюда вот первый саморез у нас пойдет. Так. Сейчас. Там металлическая лента. Поэтому, чтобы на пластик лишний раз не давить, лучше это сделать через чербачок. Так. Тяжело. Входит. Может быть, лучше взять этот самый шуруповерт. А вот все. Ну вот, видите, вот все. Наживил. И сейчас надо крутить тогда первый саморез на свое место. Так, там ровно. Ровно. Главное не пролететь, чтобы все тут на своих местах было, чтобы все совпало. Так, ну попробуем. Вот так вроде бы так. Попробуем в пластик теперь. Ну, а в пластик легко. В пластик вообще легко пошел. Так. Так. Сильно нажать не буду. Все. Готово. Чуть-чуть. Так вот. Все. Нормально. Куда не зенит. Так, давайте посмотрим. Вот так вот это выглядит у нас. То есть, вот смотрите, вот эта кромка должна вот здесь вот проходить. Вот в моем случае, чтобы уплотнители совместились. Так я и буду делать. То есть, вот здесь вкрутил, и тут вот, и вот тут вот, допустим. Кручу, и все. В общем, короче, дальше отключаюсь, буду делать, покажу уже готовый результат. Все готово. Вот, видите. Так, все закреплено. Вот, концы вот эти вот, я не знаю, я либо их так оставлю просто, что сейчас это все подогнется, они тут будут лежать и так нормально. Либо вот через эти отверстия, ну, на какой-нибудь, на какой-нибудь пистончик потом переделаю. я посмотрю. Все. Сейчас будем обратно все это подгибать. Вот таким вот образом. Так вот. Ну, ладно, все, тут нужно две руки. Сейчас я буду все на место ставить. Так. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Нужно отлепить вот эту штуку отсюда, потому что толщина не позволяет капоту закрываться. Сейчас проверим прилегание и проведем эксперимент. Сейчас долго и упор на остатки клея оттирал, короче. Вот, потому что клей, блин, реально тут на этой ленте такой хороший и к лакокрасочному покрытию достаточно это все прочно приклеилось. Кстати говоря, через дыру в капоте я вижу виброизоляцию, друзья, ой, даря, виброизоляцию и немножко там что-то набрызганно антикором даже. Ну-ка, так, туда как поглубже-то можно как-нибудь заглянуть. Ну вот, видите. Ну, в ладе шумки много, ребят. Тихий автомобиль. Сейчас, короче, силикончиком. У меня силикон специальный для уплотнений. И мы промажем. Вот так вот. Вот, короче, промажем. Ну, во-первых, чтобы резина сохранялась. Я обычно уплотнения эти все стараюсь обрабатывать. Вот, чтобы нормально это все служило долго, верой и правдой. Так, и вот сейчас нам надо получить отпечаток вот тут вот. Тут вот должно заблестеть силиконом. Кстати, смотрите, следы клея еще остались. Надо будет дотирать потом. Ну, ладно. Сейчас тогда люблю, когда все чисто, все хорошо. Еще испытания, все. Так. Бросаем капот. Капот закрылся. Капот закрылся. И открываем теперь капот. Так. Открываем капот и смотрим, что у нас получилось. Получилось у нас прилегание, друзья. Все нормально. Вот, короче. Так. Как бы вам показать. Я-то отсюда вижу. Вот. Блин. А, вот. Сейчас как-нибудь. Вот, видите, вот блестит. Вот он, силикон блестит. То есть вот у нас. Вот у нас. Вот, 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 вот. Видите след? То есть полностью вся лента прилегает. Так. Еще здесь как бы. Так, поймать блики. Чтобы вопросов не было. Так. Блин, тут сложно как-то мне поймать. Ну, короче, ну, видно вот след. Вот по грязи. Вот она. Вот она прилегла. Вот, видите, вот все. Вот он, силикон. Сейчас тряпочкой пройдусь. Где у меня она, кстати? Тряпочкой пройдусь. И все. И готово. Так. Излишки надо убирать с этого силикона. Чтобы он тут не загрязнялся. Так, чуть-чуть резину, чтобы увлажнило. И, в принципе, это и достаточно. Так. Все. Готово. Ну вот. Теперь это уже не колхоз. Теперь это автомобильный уплотнитель. На своем месте. И защита наша стала еще лучше. Рекомендую. Тут тоже, кстати, вот перекрывается. Все. А время теперь покажет. Ну, оно уже показало, что вот эти ленточки строительные были эффективны. Ну, и это должно быть не менее эффективно. К тому же прилегание теперь еще плотнее. Потому что высота здесь больше. Высота вот тут больше, чем... Чем она была. Вот. Все. Всем пока. Надеюсь, был полезен. До новых встреч на канале. Все. Закрываем. Все. Кстати, предложенное мной решение будет актуально для владельцев автомобилей Volkswagen Terramont. Потому что уплотнения у вас там вообще нет. И вот видите, малой кровью, а двигатель от загрязнений избавите. Вот вам совет мой, друзья.